Итак, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы еще выслушаем Слово Божье. Именно Слово Божье. Из послания апостола Павла к еврейской церкви с первой главы, с первого стиха. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам пророков, в последние сии дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследников всего, через которого и миры сотворил. Я часто беседую с людьми и задают мне разные, порой и коверзные такие вопросы. И большинство говорят, ну если бы Бог как-то проявил меня в жизни. Ну как проявил? Ну заговорил со мной. Ну и что? Если бы Бог тебе сказал, ты бы исполнил, что Он сказал? Да, исполнил. Давай возьмем пример. Вот Бог сказал Адаму, и именно говорил с ним, с Адамом, как вот я с тобой. Адам, смотри, не ешь от древа познания добра и зла, смертью умрешь. Послушал Адам? Не послушал. Бог говорил к его сыну, Каину, Каин, смотри, у дверей сердца грех лежит, ты затаил злобу на брата своего, Авеля. Смотри, послушал Каин? Не послушал, убил брата своего. И так Бог говорил к людям. Но потом люди стали бояться Бога. Вы знаете, особенно тяжело человеку и родителю, когда он говорит вот только что сыну, а он нарушает то, что он говорит. И он просто в гниве говорит, ну я же тебе сказал. Вы знаете, как обидно, когда вот говоришь, не слушает, не слушает. И люди стали бояться Бога. И Бог тогда стал говорить через тех людей, которые слушались Его. Когда первый мир стал разлагаться, Бог через праведника и иноха стал говорить людям. Что вы делаете? Вы же катитесь к бездне. Они Его слушали? Нет, не слушали. И мир развратился. Остался один праведник. И Бог начал через него говорить. Ной, построй ковчег. Я истреблю этот мир. Но и стал строить ковчег и проповедовать людям, что Бог сказал, что Он истребит этот мир, потопит его водой. Люди хохотали. Говорили, а где Бог возьмет столько воды, чтобы закрыть самые высокие горы? Нет, ты неправду говоришь. Поверили они Ему? Не поверили. Ведь удивительно, Ной строил такое гигантское сооружение. Говорят, что ковчег где-то замерзший в леднике, в ледниках гора Рарадский. Но пока как-то однажды увидели его, а сейчас вот не обнаруживают. А все-таки интересно бы посмотреть это гигантское сооружение. Не послушал народ. И Бог в показания грядущим векам, и в утверждение, что Он Бог, слово Его абсолютным является законом, Он истребил первый мир, истребил. Так что Бог перестал говорить после этого с людьми? Нет. Бог заботится о людях, не хочет, чтобы они погибли, опять увлекшись греком. Да, дорогие, Бог начал создавать народ. Он избрал Авраама, с которым Он говорил. От Авраама образовался народ Израиля. И Бог говорил с этим народом. Но они настолько боялись гласа Господня, что говорят, нет, нет, Бог, Ты не говори с нами. А что? Пусть Моисей пойдет, говорит, с тобой. И что ты скажешь, мы исполним. Исполнили они, а? Не один. Не один. Вы знаете, я порой становлю себя на эту ступень и думаю, но почему вот так Господь долготерпит? Если бы, как один проповедник говорит, братья и сестры, если бы все человечество решило поставить человека и дать ему божественные права, согласились вы кого-нибудь поставить? Все закричали, ни в коем случае. Почему? Да он скажет, это народ истребить, он негодный. И все истребят. Так, так. Эта земля неплодородная, все ее истребить. Так что он натворит? Да, дорогие? Только Бог может терпеть нас. Только он. Иногда и у него терпение кончается. Вот Бог говорит с Моисеем, иди скажи народу, пусть идут. Они не хотят идти. И тогда Бог Моисею говорит, отойди. Отойди и истреблю их во мгновение. И от тебя произведу народ. Терпения не хватает даже у Бога. Это поразительно. Отойди и истреблю их во мгновение. И Моисей падает на лифт и говорит, Господи, защити. Ну, кто согрешил, пусть умрут. Да, дорогие. Даже у Бога не хватает терпения. Бог говорил и через ангелов. Вот пришел он с садом. Кому он пошел, этот ангел? Или два ангела? Кому пошли? К праведнику, Лоту. Он их взял к себе домой. И садомляне восстали. Восстали. И сказали ангелам, кто у тебя есть в доме? Ну, житья есть. Они взяли моих дочерей. Иди скажи им, чтобы все вышли из этого города, ибо эти города будут истреблены. Как можно истребить два огромных города? И пошел Лот и говорил к детьям. Вот так говорят ангелы. Истребятся эти два города. Выйдем быстрее. И что детьям показалось? Что им показалось? Им показалось, что их тесть шутит. Да как можно истребить два огромных города? Тогда видишь, что уже ничего не получается. Ангелы взяли за руки, и Лота вылили из города. И как вы знаете, эти два города истреблены. Да, сейчас их находят на дне Мертвого моря. Вот так, дорогие. Бог говорит к людям многоразлично через пророков. Сколько пророков побивали люди камнями, истребляли, заставляли молчать. Ты не говори нам, мы без тебя знаем, что делать. Как вы знаете, Еремия, одного из самых нежных пророков, когда Бог послал в плен на 70 лет народ свой, Еремия что делал? Плакал за этот народ. Хотя Бог запретил ему, и говорит, не плачь об этом народе. Они не разумеют правды. Вечно заблуждающий народ. Что же сделали? Как говорит предание, все-таки в Египте они побили его камнями. Да-да, вот так. И Господь говорит, сколько было пророков, и вы истребляли. И вот последнее выражение божественной любви, Он послал к людям кого? Сына Своего, нашего Спасителя. Как Его люди приняли? Как сказали, вот. Бог глаголит его устами, да? Ничего подобного. Люди восплецали. Это Он творит силою дьявола. Хотя Господь и объяснял. Ну, а сыны-то ваши чьи силы? Смотри, они тоже делают. Вот так. Они будут вам судьей. Кого вы не избивали, всех посланных пророков, так дополняйте чашу беззакония. Вот ищите убить человека, сказавшим вам истину. Люди охотно верят лжи. Охотно. Чем беспардоннее ложь, чем она приятнее человеку. Так и угод аж уши вянут. Верят. Поразительно верят люди. Говорят им истину. Не верят. Не верят. Ну, что ты будешь делать? Ну, посмотри на красоты мира. Неужели тебе это не говорит о Боге? Не верят. Говорят, все само собой. Крутилось, вертелось. И так далее. Дало законы. И так далее. И вот образовался сложный организм живой. И ученые посмотрели, как устроена клетка, схватились за голову и говорят, ну, это же невозможно создать живую клетку. Ведь там настолько сложная комбинация всех этих разных. И генная цепочка, и чего только там нет. Нет, само собой. Бог говорит в жизни каждого человека многообразно. Порой говорит смертью своих близких. «Я много хороню людей. А вот недавно хоронил своего племянника, которому-то исполнилось 45 лет. И он-то умер-то очень трагично. Вошел в душевую, а жена тут хлопотала. Вдруг слышит, упал. Она открывает дверь, он лежит. Она его и так, и сякнет. Скорую готов. И вот когда мы хоронили, когда мы говорили о Боге, вы думаете, они нас слушали? Только что уши не затыкали. А так никто не хотел слушать. Ожесточились. Почему Бог взял его в 45 лет? Да, дорогие. Мы порой не можем объяснить, почему это так. Ну, дорогая душа, ты позаботься о себе. Вот так же неожиданно можешь умереть. Без раскаяния. Прямо пойдешь в ад. Подумай о себе. Нет, люди не хотят думать. Даже видят, что всех нас ожидает роковая смерть. Она шествует по пятам нашим. И где она нас прихлопнет, трудно сказать. А что она прихлопнет, обязательно. Да, дорогие. Бог многоразлично говорит к душам, но они порой не хотят слушать. Да. Бог иногда ложит человека на водро болезни. Мы не задумываемся ни о смерти, ни о чем, пока мы пышем с дороги. Но когда положит Бог на водро болезнь, да еще очень тяжелые болезни, человек сразу задумается. Я вот был в реанимации, и принесли человека очень тяжелого после операции. Он не знал, выживет ли он. Потому что врачи не давали никакой надежды. И вот он обернулся ко мне и говорит, говорят, Христос есть. Он помогает. Я говорю, А ты когда о нем вспомнил? Сейчас. А где же ты был всю жизнь-то? Ну, тогда я был здоровый. Вот так, дорогие. О Боге, о Христе вспоминают, только когда вот-вот умирать нужно. А где же ты был всю твою жизнь-то? Почему ты тогда-то не вспомнил о нем? Да, дорогие. Когда тряханет землетрясение, тогда люди начинают понимать, как ничтожна их жизнь. Я недавно говорил о силе урагана. И вот я, кстати, в Белоруссии пронесся этот ураган. И что он там натворил, показывает. Ужас один. Люди, что вы значите? Ведь один ветер только снес нам огромные деревни. Ну, подумайте о Боге. Подумайте. Сейчас ученые говорят, смерти, которые крутили страшные воронки на океанах и морях, никогда не заходили на суше, теперь врываются на суше. И на пути своем все в руины превращают. И так, дорогие, мы живем в особое время, когда Бог говорит через грозную стихию, запомни душа. то я узнаю, заснем мы, а проснемся утром или нет. Вот так. В Ашхабаде, это наша убытность, вот те седины, которые здесь сидят, они знают, тряхануло в два часа ночи, и рухнуло все, и погибла масса людей. Бросили армию спасать людей, откатывают. Вот так, дорогие. А мы живем в Ташкенте, который тоже трясет. Ляжешь спать, а встанешь или нет, Бог знает. И поэтому Бог сегодня к тебе обращается, пока ты жив, пока ты на пути, через Господа Иисуса Христа Бог тебя зовет. Это его выражение последней его любви. Запомни, все методы Бог испытал. И теперь последнее выражение любви в Сыне Своем, нашем Спасителе, Который совершил Твое спасение. Уж если и этим ты пренебрегнешь, ну тогда ты не можешь сказать Богу, что ты не прав. Нет, тебе не будет никакого извинения. Ты не можешь оправдаться. Бог многократно и многообразно стучал в Твое сердце и к любовью Христовой призывал тебя к покаянию. Чем же ты оправдаешься, а? Душа, встрепенись! Да поможет тебе Господь совершить покаяние и найти радость спасения. Хвала нашему Господу вовек. Аминь. Ставшим, поблагодарим Его. Божий Димный, мы благодарим Тебе за величие любви, что Ты все соделал во спасение людей. Ты пытался стучать к их совести, но люди пренебрегали и этот взор. Ты дал им закон, они не выполнили. И в последнее время Ты послал Сына Своего, дабы простой открыть путь спасения. Теперь всякие верующие во Христа Спасителя получают прощение даром, и Бог записывает его в книгу жизни. И когда будет грозный суд, и чье имя не записано в книгу жизни, не может оправдаться. Божий Димный, благослови нас. Ты сам, Спаситель, сказал, что не радуйтесь, что вам все повинуется, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книгу жизни. Господи, мы молим и от тех, которые очень медлят, чтобы они пришли с покаянием, и чтобы Ты мог их записать тоже в книгу жизни. Тебе вовек хвала, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Сын. 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 Продолжение следует...